сегодня у нас 20 сентября 2016 года это утро вот мы здесь находимся на калашевском доме не моем сейчас который вчера привезли столбушки разные уже сына иначе сам один тут сделал козлик немножко мы подсобили так и все вчера уже попробовали попилили хороший козлик получился он вчера вот и началась с братом никитой сделали проход здесь он как вычистили от крапивы доски старые разобрали все убрали калитку старую тоже все заново придется делать сейчас вот здесь вот очищаем территорию от крапивы убрать забор сделать новую уже разбираемся я там участок убираю иначе здесь мусор потом вывезем здесь находится все работы много работать и работать голуби летают хренеть вообще резвятся брат Алексей идет вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А что уничтожался разъезд, а у него лошадка была. И он все возил, возил, а дальше это, беда это случилось, а запил, и все бросил, и все тут сгнило. Вон оно сколько, а то все у него идет туда. Вот отсюда можно до духовному человеку, духовное рассуждение. Дом без хозяина, говорит, сирота, так и душа. Вот у меня один знакомый здесь, я с ним сколько занимаюсь, толку никакого нет. Он не видит ничего, он слепой. Глазами, говорит, будете смотреть и не увидите, он не видит. И никогда ни вопроса не задаст, ни еще, как правильно пасти, там как что-то делать, и ничего. Вот эта душа, заброшенная крапивой, проходил мимо, дома, говорит, ленивого. У него ограда повалилась, Соломон все это перечисляет. Три тысячи лет назад, вот оно все, все это, сетка рабица. Она мне как досталась? Я был в Америке, и мне, я много там выступал, и мне подарили, ну дали помощь. Подошел один, Иосиф Дегранде. Не могу найти его никак, он хотел приехать. Он пять тысяч долларов мне сразу выписал. Я до дома не довез ни одного цента. Тринадцать библиотек образовал, КАМАЗ-рабицы купил, инструмента, пилы, молотки. И все абсолютно. О, ястреб пролетел. Все, воробушек попался. Вот так душа пренебрежения оставленная, она никуда не годна. Открой глаза, посмотри, что делается. А надо ли этим заниматься? Ну как не надо? Дом приобретен, все завалено, не подойти в эту усадьбу. Вернуйте первозданный вид, это сколько? Тринадцать лет. Тринадцать лет с той стороны не прикасались, но тут поменьше маленько. Все заросшее. Вот, даже не видно ничего. Совершенно. Вот я сейчас беру снизу. Вот это надо будет выносить. А теперь продираю, а там внутри доски. Каждую крапивнику несколько раз. Сначала переломить надо ее. А потом еще отсюда. Вон куда выносить у нас куча. Специально. Это все работа. Тут одевшая работать не будешь. И вот сейчас вытаскивает, Володя, развороты эти делает. Ой-ой-ой. Это душа. Душа, загроможденная разными предрассудками. Самый большой грех, который не дает человеку услышать это, это когда он рассеивает зло, вот как Дворкин. Молитва такого человека Бог не слышит. Покаяния не дается. Это похуливший Духа Святого. Знаешь, на тебя имеет брат. На него миллионы людей имеют что-то. У кого он будет просить прощения-то? 20 лет село зло. Так и это. Крапива. Репей. Про это написано. Конопля. Все здесь в кучу. 13 лет падал, отмирал. И внутри как на матрасе ходишь. Но надо убирать. Убирая, сам размышляя маленько. Думай. Вот так и моя душа грешная. Покаяния нету. Исправления нету. Глаза закрыл, не видит человека. Уши сомкнул, не видит. Музыкант хорошо слышит. Мы знаем, он бах. Кто там у них? Бетхоин был оглохший. А какие писали? Они тоже страдали этим. А Бог духовное прозрение давал. Умудряется ли пса. И вот сегодня начали мы делать это. Это сегодня у нас уже 20 сентября. Осень удивительно хорошая. Давай, может быть, успеем до отъезда все это смести, вынести, вычасти, заскоблить и построить настоящую ограду. Это усадьба. Вчера до того был огорчен. Два месяца почти. Спрашиваю, как провести электричество? Никак. Нельзя. Только сами они там. Даже в Мамонтовский район, а да в Романовский. Созванивается. Никак. Мы сами ставим. Вы только... Ну, сами ставятся. Потом, наконец, говорят, приобретите счетчики. Потом добавляют еще наружу выставлять будут. Кабель. Все купили. Не ставить, сами поставим. Вчера вдруг. Звонок. Ставьте сами. Два месяца мы решили, что они ждали от нас что-то. Ничего не могу понять. Это на государственном уровне такое подлое отношение к клиентам своим. А тут уже уезжать. Нам какая теперь помощь-то нужна. Вот на все на это посмотришь. Говорят, а руки опускаются. Не опускаются. Я верующий. Не верующий, тут бы тысячу матерков выпустил. Да что за зараза такая. Падлый, падлый. Пошел бы гнуть их. Говорили, только мы ставим. Теперь ставьте сами, что он меняется, что-то там. Депутаты новые проголосовали за это. Счетчики менять, хотя они и хорошие. Ничего не понятно, никто не объясняет. Пролоббировали интересы, все. Он в пять раз дороже закатил теперь, а другого нет. Все пути перекрыли. С одной, действительно, везде, говорится, на лапу положили по миллиону, по два, по три. Сегодня взятку дают по 500 миллионов. Вот это взятка. Сажают губернаторов. А у нас ничего нет. Вот только крапива. Мы здесь работаем. А кто лучше выглядит? Да бог знает кто. Но здесь меньше соблазнов. Взятки давать некому. Все на нас лежит. Он у меня как голубки. Смотри на той голубятнике. Подведи. Интересно, мне вот эти дикари, я их приучил. Они пить летают на озеро. А мои породисты не летают. Им нужно налить в тазик. Вот они. Пролетают и опять садятся. Привыкли уже. Все. Раннее утро. Все выйдут. Скоро они попадут в поле зрения совы. Сова останется. Все птицы улетели. А голуби здесь. И прямо голубятин залетает и ест. И главное, попалось. А уже голубей 10 слопало. Ну и показали, что поймали ее, ликвидировали. Выпустить нельзя голубей. Ой, за сову там. Ой-ой-ой. Можно подумать, здание он, я бомбил или Пентагон. Голуби никто не жалеет. Уток не жалеет. Но если ты сказал охотнику, да у него ружье отняли. Тут вопли будут. Это в любом вопросе везде. Почему? Потому что они работают. Больше ничем не занимаются. Подглядывают в интернете. Ни имя, ни фамилия. А в этой жизни-то надо показывать. И они трусят. В ужас приходят. И поэтому всякого мудрости. А здесь все открыто. Никита пасет. Мы двое здесь сегодня, как говорится, работаем или уродуемся. Уже несколько раз пропотел насквозь. Да не просыхаешь. Один раз. Необходимо это. И поэтому мы благодарны тому, кто здесь жил. Кое-какие, говорит, волк ел и вороня осталось. Что-то найдем. Что-то можно на дрова. Вот он уже, я докуда дохожу. У меня силы нет уже. Стрельня. Вот смотри, что тут делаем. Вот это прошлое, позапрошлогоднее. Это все надо выносить будет. Благословен Господь. Чтоб глаза всех были открыты. Открыты оком смотрели. И все понимать во свете Библии. Володя вчера он с фундаментами. Отмазки с той стороны старые ремонтировал. Подмазал. Работы в море. А люди... Работы нету. Заводы закрыты. Дойди на землю. 21 тысяча поселений уничтожено. Работы нету. Скажи, что отучили молиться, отучили трудиться. Патриарх Алексей Второй открыто сказал. Да что я, мы без него это знали. Молитва это труд. Огромный труд. Вот все, все пока. Вчера Володя тут свой дом обихаживал. Это вот все отвалилось. Это он, чтобы не сохло быстро. Видишь, как все замазал. Хорошим раствором. Из улицы прошелся по подмосткам. Вот окно здесь. Пришлось убрать решетки. Кто-то поставил тогда решетки, в которые воздух не проходит. Вот оно. Из игольного ушка. Ну, а сейчас вот продувает. И все сгнило. Сгнил пол. Не просто сгнило, а в труху с лагами превратился. И гвозди здесь заржавели намережно. Это вот, видимо, основание худое было. И все это осело от мозга. Приходится подправлять. Я все удивляюсь, вот, как здесь сделано было у Калашниковых. Умно ребята делали. Но во всем чувствуется присутствие женского ума. Мне так кажется. То есть, движущей, командующей силой женский ум был. Как вот у печки сделано. Дальше плитка. Там не метлахская, а израсовая. То есть, красиво. Я вспоминаю, когда танки уже на выходе были новые. Пригласил командующий из училища изобразительных искусств. Одну девушку. Чтобы она сделала замечание. Она сделала замечание. Что-то повыше. Не тем светом. Не в том порядке расположено. То есть, она по-домашнему подошла. Тут они много времени проходят и спят здесь. И все это учли при запуске на конвейер. А ей выдали премию какую-то там. Ну, больше стипендии. Это я сам считал в журнале. Показывали. Девушка улыбающаяся. Вот тут были у Калашниковых ребята. Жаль, конечно, что уехали. Такой вот красоты природы видеть каждый день. Этого не увидят. Да, полегче в городе там как-то. Ну, и здесь же живут. Возьми он Усинов Андрей. Сейчас Алеша. Ося тут строится. И раньше жили люди. Спрашивают, зачем такая колонча. А за тем, что уничтожали колонки, хорьки и все. А теперь вот эти вот столбы снизу упираются в железную плиту. И дальше им ходу нету. Вот. Показать хочу. Какая работа в деревне. Она тяжелая. Но приятная. Все на глазах. Вот сколько приходится разбирать. В каком виде. А та, вот такая ограда уехал хозяин. Все это гниет. Сколько набросали. Потом покажу. Только с одного места гнилья. А это Володя. Среди камней тут нельзя ни лопатой, ни с чем. Только руками выдергивать. Видишь, как вот сделали специально такие вот кубы называем. Где гниет эта трава вместе. Потом перегнули весной, может быть, на них что-то посажать даже. В деревню посмотрел. Увидал на дороге голубей своих. Не летают, боятся на озеро. О которых я дикарей приучил. Те летают каждый день. Пить воду там, покупаются. А эти нет. Квасятся здесь, боятся. Летать толком не умеют. Так как кувыркаются. И все, ну, балерина. Это вот только сегодня. Вот на этом участке, ну, сколько тут, 30 метров. Вот сколько гнилья вытащили. Чтоб понять было, какого размера, я поставлю сапог мой. Ну, сапог. 46 размер. На два размера больше. Видите, в каком виде находятся сараи без хозяина. Вот в Белоруссии снимают, когда про войну. Вот тут можно было снимать. Готовые. Не надо какие-то сцены строить. И вот еще. Это все на этом участке. На одном участке сколько. Такой Павел был. Второй диагой. Тут рядом-то стал, где куча кирпичей разных-разных-разных. Пришлось вот с этой дороги-то убрать. Мы дорогу прямую проложили между двумя усадьбами. И рядом девать-то брать нечего. Гнилье. Одно гнилье. Это примерно метр высотой куча лежит. Два метра шириной. Ну, в диаметре так на два метра. Вот, смотри. Все, надо это выправить. Выправить. Ну, будет ли это делать хозяин? Вот Володя Выходишь прямо на облепиху. Смотри-ка мы правее прорезали. Правее. Наугольники. Кто тут ставил? Ребята или Павел? Калашникова. Вот теперь, там, кащели. Одежда Васильевна. Хатка. Торопится в город, зуб заболел. Зубами народ мучается. И это вот, с этого маленького участка, гнило. И вот тут еще сколько натаскали. Вот они. Сколько бревен, бревнышек. А это вот, пилить дрова. Козелок называется, как козлик. Его не шевелишь. Вот сейчас я один тут. Володя там дальше работает. Вот. Под новый козлик подготовил место. И будет сделано. То есть, готовимся к лету. Будут гости. Всегда мы гостей за стол сажаем, пока поработает сначала. А если не работают? Не работают и не едят. Мы им это объясним очень доходчиво. Вот сколько проволоки отовсюду натаскали. Куда ни глянешь, это у нас везде-везде проволока. И все это на скрутки брал Павел. Какая-то мания была такая. Всюду вешать ненужную проволоку. Ужас просто. Даже вот ничего. Это обыкновенная доска сороковка там или шестерка проволока. И на скрутку, как столб. А одну доску вторую подряд. Это какая-то мания просто. Вот сегодня 20 сентября. Продолжаем работать. Наколась. Тут вот на моем доме. Вот уже сделали второй козлик мы с Божьей помощью. Иначе, конечно, в основном делаю. Я помогал ему. Вот. Убрали старый забор. Курочки тут сразу появились. Вот они роют себе ямочки. Там достают червячков, жучков. И клюют что-то там себе. А потом яички у них образуются. Вот и начинать копать ямки под забор. И куры везде его окружают. Вот со всех сторон. И главное червячки увидеть. Все, лучше все копать. Проще нету ямки копать. У меня тут два богатыря были. Андрей Дробот. Глухонемой. Там спортсмены-спортсменов. Витя Плеханов. Вот такая дубина. Рабочий. На железной дороге с ломом работает. Копаем. У меня пять ямок. У Андрея четыре. У Вити три. Раз, два, три. Берем каждый раз один и тот же результат. Почему? У вас земля мягче. Поменялись. Результат тот же. Я говорю, а почему? Потому что неправильно копаете. А что значит правильно-неправильно? Надо с тобой брать какой-то мешок или это. Потому что копать-то не одну ямку. А мы выкопали много ямок. Пятьсот ямок. Пятьсот. Пересчитай. Пятьсот спичек положить и то, что стоит. Днем намечаем, где через три метра. Вот сейчас мы наметили. А утром выходим. В 4.40 встаем. И в темноте ногой нащупаешь, где мы первый слой снимаем. По центру. После этого надо ударить лопату. Ведь она как треугольником лопата. Она не плоская. Она сразу вонзается. Надо хорошо ее наточить заранее. Они не наточат, она у них тупая. Так. По середке нажал. И в конце все еще. Ямка должна быть чуть больше вот этого места. Ну, сантиметра на два. По сантиметру. Она должна ходить свободно. И выкидывать не так туда, а прокидывать каким-то стаканом берет. А вот так в угол. Она в угол идет и захватывает все. Снова. Это показывая потихоньку. Ну, конечно, сноровка должна быть. И не толстопузы. Толстопузы. Вот в середину ударил. С поворотом. Теперь с этой стороны. Ямка не должна заужаться. Вот смотри, как она подается. Перед куда бросать землю, надо всегда расчистить. Я вот расчистил маловато. Потому что потом не взять. Особенно в траве. Здесь надо время потратить на расчистку. Вот такая должна быть территория. Все. Теперь я выкидываю. Заметь с какой скоростью ямка идет. Силой надо ударять. Плотно прижимать в угол. Обычно пять ударов делаешь. Земля потверже, значит. Семь ударов. Только начал. В подстолбочке 70 сантиметров глубина. А как? На глазок. А для проверки четверть. Три с половиной четверти. Четверть 20 сантиметров. Четверть. Это между концами пальцев. Вот так вот. Ну, может, у другого больше. Я не английский король. Ярды мерить от кончика носа. Вот смотри. Она у меня ямка. Уже на две лопаты. Ну, тут рядом курицы. Они заваливают ямки. Надо какой-то, хотя, вот, здесь жесть накинуло. Все. А то два раза уже подправлял. А гонять их неохота. Как-то веселее с ними. Ну, тут уже сноровка. Со всей силой бьешь. А если камень? Ломик. Ломиком между камнями. Ну, это категория грунта. Для нее платят за кубометр больше. Ну, смотри, только начал я ее. Сколько прошло. Я сейчас замерю. Мерится по нижней части. Если на склоне. Раз, два, три. Еще один раз ударить надо. 65 сантиметров только. Подожди, рябушка маленько. Подожди. За это насчисляют. Этим ты кормишься. Земляков важная должность. Это и огород копать правильно, огородить, похоронить. Все. Так. Я вас сюда больше не пущу. Надо что-то подложить будет. На коленках. Может быть кто-то спина хорошая и наклоняется. Но мне надо такое вот. Я не вижу какую тут. Потом ты найди мне что-то. Подложи сюда. Там есть. Подожди. Вот мы наметили. Вот она стоит где. Пуручки. А тут тоже доски. Можно доску как раз и подвернуть туда. Заметили где доска. Пуручки. Ой-ой-ой. Тут надо луньи там брать. Тут деревяшки вне зубы. Они сгнившие. Переклелись. Ну все, помогай. Давай луньи там выгребать их надо. Тут маленько луньи там выбрали, а тут остались. Видишь, они деревяшки. Вот они. Вот. Не так. Это храпива. Это рифей. Ну, его нельзя выкопать так просто. Ямка отмечается в центре ямки. Отмечаешь половину лопаты сюда. С этой стороны на пол лопаты. С этой. Вот. А теперь можно вынуть мерку. Печинку. И первую. Вот. Вот такие мы делаем. Короткие в поле. Делаешь их много. Пруды окапываешь. Вот. Все. Слава Богу. Спасибо.